Здравствуйте, уважаемые любители и знатоки шахмат! Сайт kristbook.com комментирует для вас события супер-турнира Вейконзии. Но прежде чем рассматривать третий тур, я хотел бы поздравить с 50-летним юбилеем замечательную шахматистку Майю Григорьевну Чебурданидзе, нашу легендарную чемпионку, которая долгие годы была цветом российских грузинских шахмат. Мы ее чтим и любим. Тем же, кто не знаком с ее творчеством, я рекомендую в первую очередь посмотреть партию Чебурданидзе дворе Сталин в 1980 год, и вам многое станет понятно. Итак, что же у нас произошло в третьем туре супер-турнира Вейконзии? Главное событие – это, конечно, поражение Карлсона в партии с Гири, которое случилось неожиданно быстро и, в общем, вызвало шок. Была разыграна защита Грюнфельда. Система с G3 достаточно актуальная. Вот здесь белые сразу не захватывают центр пешками, а пытаются поначалу укрепить пункт Д4, а черные, соответственно, его, как правило, атакуют ходом Е5. Вот здесь начинаются совершенно неземные тонкости. Эту систему я изучал достаточно подробно. И сейчас, после хода ладья Е1, самого опасного, пожалуй, есть ход А5, который стал необычайно популярным. Вот его применяют сейчас все апологеты защиты Грюнфельда, и белые пока не могут найти четкого противоядия. То есть, ясно, что речь идет о том, как найти белыми перевес. И какие здесь только ходы не проверялись. Ходы ферзь С2, ферзь Е2, H3, B3, в общем, все, что угодно. И вот сегодня Карлсон продемонстрировал удивительную новинку ферзь Д2. Ход выглядит на редкость глупо, но на самом деле это вполне логичное продолжение. Белые готовят расстановку B3, слон B2, после чего ферзь на Д2 окажется на месте. Вот, скажем, если черные сделают какой-то нейтральный ход, ну, допустим, H6, тогда мы, то есть, белые играют B3, и после стандартного продвижения Е5-D5, вот здесь, когда ферзь стоит на Д1, есть очень сильное продолжение Е4. Но в данном случае на Е4 следует ДС, и вы видите, что ферзь или слон, если он окажется на Д2, будет защищать коня Ц3. Здесь перевес на стороне белых. Но, конечно, ход H6, который я привел только для примера, вовсе не обязательный. Я думаю, что Аниш сыграл здесь очень даже не дурно, хотя мне кажется, что еще ход А5-А4 заслуживает внимания. И на А4, я думаю, что Карлсон поставил бы ладью на Д1. Вот такая вот хитрая перестановка, но, опять-таки, она направлена на то, чтобы черные не могли прорваться в центре. На Е5 все время следует Д5. Вот, в общем, это интересный замысел, но его, конечно, отнюдь не прорекламировала случившаяся в партии катастрофа. Итак, было сыграно Е5. Я думаю, что ход очень не дурной. И здесь Д5, конь Б4. Кажется, что конь попал в неприятное положение. Но пока висит пешка на Д5. Е4. Теперь угрожает А3. И гири, видимо, за доской Айнова не дано, потому что ход Ферзь Д2 из дома просто невозможно предвидеть. А следовал ход С6. Очень точный расчет. Очень точный. То есть Аниш продемонстрировал просто блестящий счет. На А3 черные играют СД смело, не опасаясь взятия на Б4. Но здесь уже у белых не остается выхода. Взятие на Д5 просто комбит Д5. Поэтому АБ, АБ. И видите, что под боем у белых ладья А1 и конь на С3. Ладья А8. Выбора нет. Последовало. БЦ. Теперь выяснилось, что путь Камикад за ладьи на самом деле не усыпан розами, потому что в случае взятий черные берут с шахом и остаются с лишним качеством. Поэтому пришлось брать на С3. Конь бьет А8. Вот этот момент, видимо, стал ключевым в партии. Здесь Карлсон, призадумавшись, совершил просто нелепую техническую ошибку. Он просто грубо просчитался. Здесь, конечно, надо было брать Ферзем. Ферзь бьет Д5, после чего, между прочим, черным еще надо было доказать то, что у них равенство. Например, размен Ферзей на Д5 вел к некоторым проблемам. Конь Д2 восклицательный знак. И здесь белые пешки как-то катятся вперед. Мне кажется, что здесь у белых получше. Слон Ф1, затем слон идет на А3. Я думаю, что все-таки белые здесь будут заперевес, хотя формально, наверное, можно назначить знак равенства. Последовало ЕД. Как видите, Ферзь остался на Д2. И Аниш ходом конь Б6 вполне резонно спросил у соперника, как защищать эту пешку. На Д6 следует конь С4. Что ж, вероятно, так и надо было как-то жертвовать эту пешку. Я даже не стану приводить вариантов. Ясно, что Карлсон просто шел по своему расчету уже целенаправленно в пропасть. Он сыграл ладья Д1. Что делать с бедным конем? Конь Е1 совсем плохо выглядит. Там конь А4 будет. Видимо, надо было уже играть конь Д4 и отдавать пешку на Д5. Но это было уж совсем психологически невозможно. И Карлсон смело исполнил ошибочный ход конь Ж5. И теперь видите, что коня на Ж5 защищают сразу две фигуры. Слон и ферзь, но эту живительную связь прервает черная пешка, которая встала на Е3. Здесь уже стало ясно, что Карлсон просчитался. Но вот в чем тут состоит подводный камень. Я думаю, что, кстати, здесь ферзь Д3 надо было сыграть. После ферзь Ж5 как-то можно было еще покопошиться без фигуры. Но вот ферзь Б2 задуманный ход. И теперь, хотя вы знаете, логическую цепочку хотел я выстроить. То есть нарушает еще и ход конь А4, который также выиграл. В общем, не берусь залезать под сознание малыша. Я имею в виду старшего малыша. То есть тут получается у нас так, что младший малыш, малышок, обыграл малыша. Все вы знаете, что Карлсона как-то так в литературе принято называть малышом. Но теперь вы видите, что он уже стал старше некоторых других. Итак, последовал ферзь Б2. Ферзь бьет Ж5. И вот здесь выяснилось, что если взять ферзем на Б6, но этот вариант не случился в партии, то следует очень простой вариант без разветвлений. Е2. И теперь очень простая разменная операция позволяет черным получить ладью и фигуру за ферзя. И это было бы полбеды. Беда-то в том, что после слона А3 белые не могут избежать мата. Ну, конечно, можно сыграть ферзь Б5 и остаться без фигуры после разменов на Ф1. Но это совсем безнадежно. А Карлсон сыграл здесь слон Е3. И здесь простой ход ферзь Ж4 поставил точку. Выяснилось, что у белых просто нет времени для того, чтобы забрать фигуру на Б6. В случае Ф3 черные сыграют еще ферзь Е4, опять-таки нападая на ладью, а на этот ход, ну, например, конь С4. В общем, позиция белых совершенно безнадежна, и они признали свое поражение. В общем, можно только посочувствовать Магнусу. Еще одна результативная партия оказалась вот самой длинной, самой продолжительной. Я ее комментировал в онлайне, Накамура Широв, и, в общем, должен сказать, что она получилась исключительно тяжелой для обеих сторон, и Накамура оказался просто терпеливее, выносливее, и держал концентрацию до самого конца, а Широву этого не хватило. Я не буду подробно разбирать эту партию, вот вы ее сейчас видите перед своими глазами, остановлюсь только на некоторых моментах. Итак, Широв разыграл тот же самый вариант, который он применил в первом туре против Смейтса, и там он потерпел досаднейшее поражение ввиду домашней подготовки соперника. Так вот, здесь, именно в этот момент Накамура ушел с пути, то есть Смейтс здесь играл ладья Е1, судя по всему, Широв подточил варианты и уже сыграл бы лучше, но Накамура оказался нелюбопытен и сыграл Д5, конь Е7, слон С2. Это тоже известный вариант, и здесь чаще всего играют ферз Е8. Вот, и Алексей здесь призадумался, решил уйти с протоинного пути, опять-таки, чтобы избежать домашней подготовки соперника. На мой взгляд, он это сделал удачно. После ферз Д7, конь Е3, последовал совершенно замечательный удар конь Д5, который низвергает партию в пучину осложнений. Теперь на взятие все время Е4 следует. Ну вот здесь ряд достаточно точных ходов был сделан, и слон Ж5 тоже очень правильное решение. То есть белые позволяют черным съесть на Ф3, здесь нельзя брать на Ф3, так как после ферз Х3 получается очень сильная атака у черных. Ферз Д2 очень толковое решение. Вот здесь еще один спорный момент. Я думаю, что здесь черным надо было продолжить атаку тихим ходом ферз Ф5. После чего, видимо, позиция быстро уравнивалась. Например, конь С4, слон Е2. Ну вот этот тонкий маневр, видимо, можно было его не заметить. Слон приносит себя в жертву, чтобы можно было взять другого слона, белого. И здесь происходят тотальные размены. Я думаю, что вот эти варианты... Ну вот не бог весть какая хитрость. Ясно, что ферзя нельзя брать из-за мата. Черный уводит ладью и отыгрывает одну из пешек, либо на Д5, либо на Б2. В общем, получалось быстрое равенство. Алексей сыграл здесь очень эффектно. Он продвинул пешку на Е3, но, знаете, эффектно... Зрелищность партии, это, конечно, хорошо, но тут получается так, что черные обрекли себя на долгую борьбу за равенство. Итак, последовало слон Е3. Вот здесь, что очень важно, вовсе не взять и ферзем, что вело к унылому равенству после слона Д5. А именно ФЕ. Теперь брать на Д5 нельзя. Из-за удара ладью на Ф6 и слон теряется. И пришлось Алексею играть эту позицию без пешки. Причем тут еще некоторые размены произошли. Вот получилось такое положение, которое, на мой взгляд, все-таки никак не могло быть ориентированным в расчетах. Что-то у Алексея тоже не сложилось в его счетной машине. Конечно, реализовать лишнюю пешку очень непросто. Очень непросто, что и доказала, кстати, партия. Давайте я здесь не буду сильно отвлекаться. Скажу лишь, что Накамура, конечно, мог сыграть сильнее. Например, здесь можно было сразу сыграть конь С6, попытаться определить черных с ладьями. Если размен на А3, тогда у белых сильная проходная будет. Вот он, то есть вместо С4, простите, конь С6. Так ходом С4 Накамура пропустил очень сильный ход с Ж5. И черные здесь открывают второй фронт на королевском фланге, используя то обстоятельство, что белый конь очень отдален от короля. И здесь действительно у черных возникли кое-какие серьезные контургрозы. Ж4, да, и ферзь Е7, и вот началась такая вот борьба вокруг слабости белых. Ферзь Ф2, слон Ж6, у черных очень крепкая позиция, Б4, Х5. То есть теперь вот этот костяк, который был построен на королевском фланге, не позволяет белым, белым просто нечего атаковать. А у черных очень неприятно, очень активен ферзь. Он через Е4 влезает на С2 в некоторых вариантах. То есть, чтобы белые здесь не предприняли, у них сразу возникают какие-то проблемы. Или пешка висят на С4, на С4. В общем, здесь Накамура некоторое время потоптался на месте. И здесь сделал очень рискованный ход ладья ФЦ1. Но вот этот ход, я так понимаю, он играет на победу здесь, но на самом деле это еще и игра на поражение. Потому что вот здесь черные могли сыграть Ж3. Именно в таком порядке. И после ферзь Ф4 очень точное отступление ферзя на Ж7, после чего черная ладья с большим эффектом включается в бой. Например, на ферзь Ж3 следует ладья Е4, ладья идет на Ж4, а на Е4 заступает слон. Здесь очень опасное давление до белого короля. Вот упустив этот выгодный момент, после Ж3, мне кажется, что у черных вполне очевидно игровое преимущество, Алексей сыграл слон Е4, что тоже неплохо. Ферзь Ф4. Но здесь можно было разменяться, сыграть слон Ф5, и ладья на Е4 шла. Но у черных как минимум не хуже. Но Алексей, уже находясь в цветноте, предпринял более сложное решение. Он позволил разменять ферзей на Е5. Вот возникла такая ситуация, которая, опять же, мне так кажется, что вполне благоприятна для черных. И вот здесь наступил еще один критический момент. 40-й ход. У Широва совсем не осталось времени, и он быстренько повторил позицию ходом ладья Е5. Ну, собственно, ладья уже на Е5 была, она возвращается туда-сюда обратно. И вот недостаток времени как раз не позволил ему сделать точный ход слон Ж6, после чего у черных никаких проблем нет, потому что ладья идет на Е4, и у белых большая неприятность состоит в том, что на четвертом ряду слабы целых три пешки. В общем, здесь ничего нет у белых, и, по-моему, только черные могут бороться за преимущество, потому что у них пешка Ж3 изрядно стесняет белого короля. А последовала ладья Е5, и вот теперь белые получили возможность изменять ладей и упростить игру. Конь Б3. Это не только размен ладей, но и возвращение блудного коня к игре, в игру. Этот кончик из Д2 идет, скажем, на Ф1, есть пешку Ж3. Ну, вот здесь красивый удар слон Д5, он, к сожалению, не помог, потому что белые не обязаны принимать жертву. После взятия на Д5 ладья Е3, там смертельная связка, и белый король не вырывается. Он последовал, конь Д2, спокойненький ход, после чего выяснилось, что у белых просто лишний пешка. Слон Е6, Е4, и вот теперь пешка на Ж3 падает. Это окончание, разумеется, черные могли спасти, но для этого нужна была свежесть головы, и много сил. В общем, Алексей это окончание постепенно проиграл, хотя по ходу дела у него было огромное количество спасительных возможностей. Вот одно из них вот здесь. Вот эта позиция, пожалуй, последний момент, когда было четкое, абсолютно четкое решение. Здесь надо было сначала напасть на пешку Б4, ну, в случае Б5, конечно, на С4 можно съесть. Если ладья Б5, то тогда играем ладья А3, и нет хода король Д4, то есть он есть, но тогда черная ладья заскакивает на Ж3, и здесь уже ничья становится очевидной, потому что черные быстренько съедают королевский фланг. Вот, а сыграв ладья А3, вот этот шаг, он как раз снова привел к тому, что черные были вынуждены долго-долго защищаться, но вот сил на эту защиту уже не осталось, и в конце концов, в конце концов, случилось страшное. Ну вот, надо отметить все-таки терпение и выносливость на Камура, который сумел сохранить силу. Вот здесь он нашел потрясающий трюк. Он сыграл конь Б3, вот кому в голову бы пришло оставить пешку С4 под боем, да еще и шахом. Вот выяснилось, что перевод коня через Д4 на Ф5 очень, очень неприятен для черных, для белых, да, для черных, простите. Вот, объясняется, что инициатива у белых очень сильна. Конь идет на Ф5, пешку Х5 они съедают. В общем, здесь еще последовало. Я думаю, что здесь спасение еще было, но оно было на этюдных тонкостях. Вот, например, здесь Алексей сыграл слон Е2, после чего спасения, видимо, уже нет. Надо было сыграть ладья Б1 шах, и вот так вот съесть пешку, переходя в ладейное окончание. Смотрите, что получается. Это форсированный вариант. Взяли-взяли, ладья А5, сразу есть пешку не стоит, но зато есть ход КБ4, и теперь белые съедают пешку. Вот анализ этого окончания очень интересный. Вот здесь ясно, что связанные проходные. Если белый король подходит, пешки идут вперед. Но, во-первых, подойти непросто. И пешку С7 тоже представляет собой определенную опасность для белых. Я даже не буду вам показывать, доанализировал вот до такой позиции, когда белые все-таки съедают пешку С7, но при этом черные блокируют связанные проходные. И это, вы знаете, теоретическая ничья. То есть вот где-то подобными, почти этюдными методами Широв мог спастись, но он этого сделать не смог. И в итоге, после некоторых небольших осложнений, обе черные пешки пали. Вот на слон Ф5. Здесь уж надо было, видимо, брать на Д5. Хотя, конечно, этот размен легких фигур уже был совсем не столь хорошей редакцией. Видите, что король у них отдалился. Но вот здесь конь С7, и выяснилось, что пара связанных проходных уже решает дело. И закончилось все вот в такой позиции, где Накамура сыграл H5, и Широв признал свое поражение. Таким образом, Накамура у нас вышел в лидера турнира. В общем, молодец. И, наконец, третья победа сегодняшнего тура состоялась в партии с Мейтс Пономарев. Был разыгран вариант Виновера французской защиты. Исполнен известный вариант. Ходом Ф7, черные фактически защищают пешку Ж7. На Ф4 есть ресурс Ф5. Ну, ЕФ, Конь, Ф6 безопасно. Здесь Ф3, и это вполне правильно. Здесь очень сложная стратегическая борьба. Соперники до поры до времени уверенно исполняли известные ходы. Отмечу перевод слона на Е8. Слон идет на Ж5 или на Ж6. Потом идея Ф4 есть программная. И в этот момент со Смейтсом что-то случилось. Он, судя по всему, за доской изобрел новинку, которая оказалась просто зевком пешки. Здесь играли Ладья Б1. Здесь играли А4. В общем, здесь есть полно нормальных осмысленных ходов. Но он сыграл С4, проявив чрезмерную боевитость. Ну, вот Пономарев эту боевитость оценил по-своему. Он просто взял и ударом конь В4 выиграл пешку. Я думаю, что это банальный зевок. В общем, совершенно несоответствующий уровень турнира со стороны Смейтса. Последовал конь Д4. Ф4, С4, пешка Е6 защищена. И все дальнейшее это есть реализация. И вот реализацию своего перевеса Пономарев произвел в лучшем стиле. То есть мы увидели прежнего Руслана, у которого железная хватка. Он как бульдог хватает соперника и ничего не помогает. Ну, давайте просто полюбуемся. Черные защитили пешку Е6. И теперь у них лишняя пешка на ферзовом фланге. Вот она-то и решила судьбу партии. Ход опять очень хороший. Очень хороший. Фиксирует слабость. Ладья Б1, Б6. Ну, теперь белым что делать? Вокруг слабой пешки крутится. Конечно, надо разменивать коня, который защищает пешку Б6. Но выяснилось, что это не помогает, так как черный ход в ход успевает съесть пешку А4 и образовать перспективную проходную. Вот, вы знаете, вся партия, вот не к чему даже прицепиться. Все настолько четко, понятно и выверено. Вот теперь пешка А идет вперед. Белые решили разменять пару ладей, разменять вторую пару. И это им удалось. Вот в этом положении, если бы белым удалось сыграть Ф4 или же Ф4, то, видимо, у них были бы очень серьезные шансы на спасение. А может быть, просто-напросто ничья. Но вот точнейший ход Ф4 зафиксировал слабости на Ж2 или на Ф3. И вот первой слабостью в расширенном смысле этого слова белых является проходная черных, которая, естественно, требует внимания слона. И вот вторая слабость, и по принципу двух слабостей белые здесь уже спастись не могут. Еще последовало Ж3, разумеется, Ж5. Теперь слабость на Ф3 осталась. И дальше все просто. Черные привязались к пешке Ф3 и затем запускают короля вперед. А2, слон Д4 и король Е8. Здесь стало ясно, что черный король просто форсированным маршем идет на пункт Б1 и выигрывает слона. А белый абсолютно беспомощный, потому что король не может оторваться от пешки Ф3. Что ж, замечательная победа Пономарева. Он возвращается к борьбе за лучшие места. А теперь посмотрим несколько ничейных партий. Итак, Лами Анант. Достаточно интересно развивался поединок. Очень интересно. Итак, была защита Боголюбова разыграна. Здесь соперники состроили очень интересную структуру, которая хорошо известна. Вот здесь Каспаров против Корчнова 4 года назад играл сначала А3, а потом Конь Е5. Кстати, партия получилась шикарной. То есть, я даже не буду вам демонстрировать. Просто найдите ее в базе Каспаров, Корчнов и Цурих. Получите большое удовольствие. Гарри Кимович, хотя 2006 год, он уже перешел в разряд политиков, но он играл ее так, как будто еще был шахматистом. В общем, блестяще сыграл. Но я, вы понимаете, шучу. Итак, а был сыгран Конь Е5. Как оказалось, Анант уже играл эти позиции черными. Конь Д7, Ф4. Вот белые укрепили Коня на Е5. И за счет мощи этого Коня у них есть возможность перебросить фигуру на Королевский фланг и там начать атаку. Вот раньше Анант здесь сразу менял слонов на Ц3. А здесь он сыграл Ц5. Ну, собственно, разница невелика. А3 и размен на Ц3. Здесь преимущество двух слонов не имеет такой большой роли, потому что позиции носят закрытый характер. И, кстати, после хода Ц4 она еще более закрытый характер стала носить. Здесь Кони вполне боеспособны, например, потому что они контролируют пункт Е4. Ну, здесь слон Ф5 заслужил внимания. Ну, Лами сыграл слон С2. Тоже достойный ход. Вот Б5 черный накатывают на ферзовом фланге. Если, конечно, получится, а белый переводят по плану ладью в атаку. Здесь оба шахматиста играли, на мой взгляд, очень прилично. Ферз Е1 ненароком нажали на пешку А5. Черные ее защитили. И вот здесь ладья Д1. Очень хороший ход, подготавливающий в вариантах рывок пешки Д4. Например, если здесь сыграть Конь Е4, наидный ход, тогда следует взятие, взятие и Д5. И сразу раскрываются силовые линии двух белых фигур. Ой, простите, вот тут эта стрелочка немножко нетрочная. Вот, вот сейчас я попаду по пешке Ж7. Вот, с устатку не такое бывает. Вот, ну, конечно, это совсем не в стиле Ананда так подставляться. Он сыграл Конь Б6. И вот теперь возникли у черных идей. Во-первых, этот Конь может, как ни странно, выпрыгнуть на А4. Дело в том, что размен очень сильного белопольного слона, пусть даже ценой сдвоения пешек, это толковая идея. И вторая идея, это Конь С8, Конь Д6, чтобы завоевать пункт Е4. Вот здесь уже стало ясно, что белым надо что-то предпринимать. Иначе они проиграют в стратегическую борьбу. Лами сыграл хорошо. Он сыграл Конь Ж4 с угрозой небольшой. С угрозой Конь А6 и потом Ладья бьет Ж7 и Конь Ф5 вилка. Поэтому Коня менять надо. Конь Д7. И вот здесь, вы знаете, затея белых была бы неправильной, если бы черные успели прихватить пункт Е4. Но они не успевают. Е4. Совершенно замечательный рывок. Значит, ДЕ. ДЕ. Ну, тут были другие варианты, я уж не буду отклоняться. Здесь не исключено, что стоило Лами подумать над ходом Ладья Ж5. Дело в том, что тогда после Конь Б5 Ладья на Е5 перескакивает. Может, пешку на Д5 удастся толкнуть. А он сыграл Д5 сразу. И после очень точного хода Ф6, вот здесь немножко Ладья осталась вне игры. Ну, конечно, ход Ф6 связан с некоторым ослаблением короля. Но, как выяснилось, черные держатся. Слон Е4, Ладья Е8. Собственно, достаточно серьезная угроза. Но Ф3. Здесь выясняется, что брать слона на Е4 плохо. Хотя бы потому, что после Ладья Ж7 последует еще и взятие на Д7. Белый продолжит атаку совершенно бесплатно. Но ход Конь С5 очень хороший. Слон идет вперед. И Конь Д3. То есть, вот здесь выясняется, что черные успешно нивелируют атаку белых и добиваются разменов. Взяли, взяли. Вот теперь, если сыграть Ф5, то черные ферзи могут на Е3 поменять. А все перешло просто в разноцвет, в котором шансы сторон оказались равны. Вот здесь надо ход Ф5 сделать, чтобы Ладью вывести. Ладья бьет Д5, Ладья Д4. Здесь соперники согласились на ничью. Честно говоря, я думаю, что Анант мог еще поиграть на победу. Все-таки у белых немножко слабая пешка Ф5. Но это преимущество, наверное, символическое. И серьезных шансов на победу у него уже не было. Итак, Анант у нас сыграл в ничью, как и Крамник, который... Вот, вы знаете, комментируя эту партию, я никак не могу четко вам объяснить, что случилось в дебюте. Дело в том, что Крамник разыграл известный вариант, по которому уже неоднократно шли другие шахматисты. И, собственно, ничего там особенного у белых не было. Ну, может быть, он и не хотел ничего получить. Может, хотел просто поиграть в шахматы. Это у нас вариант Земеша, защиты Немцовича. Вот. Вот эти все... Вся эта гуча в центре, это все теория. Здесь на С3 брать не стоит, из-за короля в два у белых инициатива. Но черные просто, на самом деле, завершают развитие и атакуют пешку С5. Этот вариант достаточно хорошо известен. И, опять-таки, повторюсь, мне осталось непонятно, что же Владимир здесь задумывал. Обычно он все-таки намного жестче претендует, нейтрализирует, а прессингует соперника в дебюте. Но вот сейчас прессинга не получилось, и в итоге черные получили совершенно безопасную, нормальную позиционную позицию. Здесь даже у меня были опасения за Крамника. Видите, что у белых структуры все-таки похуже. Пункт С4 в руках черных. Но выяснилось, что все-таки преимущество двух слонов имеет вес. Я думаю, что вот здесь сильнее было не Б5, как сыграл Ван Хао, а сильнее было Б6. Идея в том, чтобы затем сыграть, ну, например, Ладеев Д1, сыграть А5, вывести слона на А6, огорчить белого коня и пункт С4 использовать. Вот здесь, честно говоря, мне кажется, что не белые играли на выигрыш. Ну, наверное, и серьезного преимущества за черных тоже здесь быть не могло. А было сыграно Б5, что дало все-таки белому зацепку для атаки А3, А4. Ну, собственно, в какой-то момент это Крамник и сделал, предварительно разменял ферзей. И произошел размен на А4. Вот здесь уже стало немножко, знаете, сгущаться туча над черными. Мне показалось, что когда белые ладьи залезут на Б6 и какие-то слабость пешки А6 все-таки скажется. Вот здесь я думал, что Крамник уже все-таки передавит своего менее опытного соперника. Но, знаете, как-то все вот не сложилось. Причем слон на А4, смотрите, крепко встал. Но полное ощущение, что сейчас ладья на Б6 пойдет, и что у белых масса планов усиления. Но как-то вот не получилось, не сложилось. Здесь, конечно, мне казалось, надо было сыграть ладья Б1, но тогда слон С8 достаточно крепко. А4 очень изобретательно сыграно, ну, с идеей разбить черной пешки А6. И вот здесь единственную рекомендацию за партию могу дать. Мне кажется, что здесь надо было Владимиру не меняться на Ж5, а сыграть А5. И это как раз ход в его стиле, создавая на будущее слабость на А6. Ну, не знаю, может быть, у Владимира уже не было такого настроения, и как-то, может быть, силы кончились к этому моменту, или времени было мало. В общем, он сыграл попроще. После размены на Ж5 сусился фронт атаки, и здесь уже оказалось, что черные легко, без напряжения держат оборону. Вот здесь произошли всевозможные размены, но здесь уже о выигрыше речи нет. Произошли тотальные размены. Слон Б4, конь уходит, пешка на А6 падает. В общем, если оценивать партию в двух словах, то совершенно закономерная ничья. Просто вот вызывает удивление то, что при очевидной разнице в классе Крамник не смог поставить перед соперником проблему. Ну что ж, это бывает. И, наконец, вот еще две партии. Ну, признаться, я даже не знаю, стоит ли их комментировать. Дело в том, что, вот, скажем, не помнящий Грещук, 20 ходов было по теории. Вот это из сельянской защиты получается. Вот эта позиция известная, она встречалась, и здесь черные легко уравняли. Что произошло здесь? Здесь соперники сделали еще два с половиной хода. Вот ладья АШЕ1, громко сказать, новинка. Размен-размен, король идет на Ж7, и теперь выясняется, что после комбьет Д6 ладья Д8, черные отыгрывают пешки, получается ничья. В общем, я не думаю, что это все рожало за доской. Мне кажется, что соперники просто не были настроены на большую борьбу. Это бывает. И в АШЕ1, граф Аронян, мне кажется, тот же самый случай. Вот я в дебюте просто покажу. Ну, вот здесь венский вариант ферзевого гамбита. Здесь, конечно, надо играть слон Ж5. Ну, а, слон Ж5, простите, сыгранно. Я имею в виду, что после С5 надо было играть слон БЦ4. Но это ведет вот к основным теоретическим битвам. Ну, а Максим сыграл ДЦ, судя по всему, не питая особых иллюзий. Просто хотел отработать ничью, и это ему удалось. Вот здесь применялся ход слон Д2, после чего конь С5, известно, что у черных нет проблем, последовал ход ладья Д4, как ни странно, не новый. Вот здесь произошел размен, который изрядно усушил позицию. Вот теперь у белых возникают угрозы Е4-Е5, но Ливон сыграл Е5 сам, ладья попала в неприятное положение. Вот последовал размен, небольшой размен фигур. Конь Е5, слон Ф2, и получилось, что у белых преимущество двух слонов, но очень уязвимая пешечная структура. И причем после ладья С5 оказалось, что вовсе не нужно защищать коня, ведь есть вилка, поэтому есть ход 2-0. В общем, черные без проблем завершили развитие. Вывели слона на С6, где стало ясно, что никак не может быть у белых лучше, у них еще пешка слабая. Но Ливон не стал настаивать в эту позицию, он предложил мячу, которая была принята. Что ж, что мы видим в турнирной таблице после сегодняшнего дня? В единоличные лидеры у нас выбился барабанный дроп Хикару Накамуру. У него 2,5 очка. На пол очка от него отстают трое. Анант, Непомнящий и Гири. А дальше идет большой плотный пелетон. Что ж, спасибо всем за внимание. С вами был Сергей Шипов. Всего вам доброго.